Сегодня у нас наша рубрика, это проверка рецептов. Таких рецептов мы видели на ютубе и в других соцсетях, очень много достаточно. И тоже решили попробовать, как бы в большей степени попробовать из-за того, чтобы сэкономить денег. Потому что мы сегодня будем делать творожный сыр из кефира. Творожный сыр сам по себе в магазине качественный, стоит достаточно дорого. Реально дорого, и он реально выходит как бы, ну, не всем по карману, так если можно сказать. Мы как бы потребители в этом не виноваты, виноваты царь и все остальные. Мы до этого, ну, как бы сами чуть-чуть не додумались, но люди, которые вот это все придумали, они большие молодцы. И мы тоже решили, вот, сэкономив денег, попробовать сделать творожный сыр. Насмотрелись видео разных каналов, не буду говорить какие каналы. Очень много, как бы, девушки-кондитеры, у всех это есть, молодцы, они снимают, правильно делают. Дают людям возможность сэкономить денег. Мы тоже решили проверить такой рецепт приготовления творожного сыра. Что у нас получится из этого, как бы, сейчас мы увидим, мы не будем. Если у нас не получится, мы все равно все заснимем, выложим, потому что, ну, это проверка, как бы, плюс-минус. Мы взяли, вот, смотрите, марлю. Вчера я достал из морозилки, вот, заморозил три пачки кефира. 3,2% было? 3,2%. У нас, смотрите, он у нас стоял при комнатной температуре, и еще вот ледышки есть. Но это ничего страшного. Пусть сейчас все вместе будет, сыворотка с ним стекать. Он потаял, получается он сыворотки. Приятный запах, такой творожный уже, запах не кефирный, а творожный. И что мы делаем? Мы, как бы, посмотрели, у одного блогера она, вот, использует штатив, для этого, обычный штатив для камеры. Как бы, там есть крючок, есть край подвесить. Ну, как бы, это очень идеальный вариант, она молодец. Мы, вот, тоже воспользуемся таким примером. И что делаем? Берем края марлю. Марлю лучше взять два слоя, чтобы у вас было. И аккуратно, сейчас это все завяжем. С этим, как бы, не спешите. Так, краю подгоните. Все, чтобы у вас, как по серединке, более-менее было. И просто завязываем на крест-накрест. Сначала один раз. И потом аккуратненько берем, вот так, еще раз. Крест-накрест, тоже, как бы, из углов. Все это завязываем. И вот такая штучка у вас получается. И вешаем на крючок. Ждем, пока перестанет капать сыворотка. Вы немножко приоткрываете, и, ну, как бы, сыр, или, в данный момент, или, как бы, творог начинает разламываться. Все, значит, он готов. Напомню, что, вот, у нас 7-8 часов, от 6 до 8 часов, вот, у нас, после морозилки, этот кефир оттаивал. Лучше это все держать там при комнатной температуре, чтобы он медленно оттаивал. Можете сразу повесить, на самом деле. Несколько видео я тоже видел. Можно сразу повесить вот это все. Просто неудобно. Они громоздкие пакеты такие. И, как бы, ну, марлю надо такую широкую брать, чтобы сразу повесить. Она будет потом уменьшаться в размерах. Лучше дать вот немножко, чтобы она потаяла. Так вам удобнее будет такой вот мешочек сделать в данный момент. Ну, вот, смотрите, сколько у нас получилось. 5 часов примерно сливалось. Сейчас взвесим, что у нас вышло. Вот, смотрите, вес плюс марля. Где-то грамм 600 с трех литров получается. Ну, у нас стекло прям хорошо. 150 рублей за 600 грамм творога. Прикольно. Плюс у нас получается отличная сыворотка, на которой можно сделать все, что угодно. Ну, вот так выглядит он, такой рассыпчатый, прикольный, мягкий достаточно. Разламывается прям хорошо. У нас свек остыл совсем. Мы выехали на природу тут с нашей бандой. Ну, отделяется прикольно, смотрите, вот сами. Невысокий в этот раз получился. Естественно, я постелил пергамент, тоже бумагу. Не стал делать высокий, как корж. Просто на дно печенье покрошил и все. Сейчас порежем, попробуем, что у нас получился. Ну, он такой более плотный, не как в прошлый раз. Такой прям супер запеканочка такая. Ну, прикольный такой, очень плотный прям на вид. На тарелочку все положим. Вот этот стандартный чизкейк, такой кусочек во всех кофейниках Москвы подается. Цена, все знают, за сотку. Ну, запах прикольный, рецепт увидите потом, ссылочка в описании был, энергетичный. На вкус приятный. Реальный вкус чизкейка, более такой нежный, не как из творога покупного. Ну, потому что это, как бы, наверное, более настоящее получается, хотя кефир тоже химия. Наши пробы удались, сам чизкейк испекся, сам творожный сыр получился. На вкус приятный, нежный. Сэкономили мы минимум рублей 600, а то и больше 700, наверное, даже. Реально Нью-Йорк чизкейк, а-ля Москва. В Москве такие все продают, чуть сахара добавить, и будет хорошо. Пробуйте, готовьте, все получается. Всем удачи, увидимся на канале. С вами был Димас, оператор Антон и наша вся банда на выезде. Все, пока-пока.